Продолжаем рассказывать вам все главные события, которые происходят на Донбасском фронте. Особенно, я знаю, вас интересует ситуация в Мариуполе, как развивается и проходит операция «Мариупольский котел», именно так ее окрестили на Донбассе. Мы свое такое небольшое расследование постепенно, шаг за шагом проводим, что и какая тактика украинских войск и украинских неонацистов привела к гуманитарной катастрофе. Происходящий сейчас в Мариуполе, напомню, там сотни тысяч людей оказались заложниками боевиков Азова и других неонацистских подразделений, верных преступному киевскому режиму. Они были использованы как живой щит. Мы детально разбирались, кто придумал это, как было использовано это все, как оборудовали именно эти огневые точки, а главное, действительно, кто этим занимался. Помните, один из жителей нам рассказывал подробно, что на каждый подъезд или на каждый дом, в зависимости от линии, как он стоял по фронту, многоэтажный, девятиэтажный в левобережном районе Мариуполя, выделялась группа из десяти человек. Восемь это были в основном спортивного телосложения, просто, скажем так, бойцы рядовые. Двое всегда выглядели иначе, были лучше подготовлены, у них более крутая там экипировка, все дела, шлемы, оружие, снайперские винтовки и так далее, и так далее. Так вот, нам удалось установить, исходя из достоверных источников, которые прямо сейчас трудятся на передовой и принимают непосредственное участие, как в штурмовых, так и разведоперациях. Там находятся, в Мариуполе сейчас внутри, как минимум, три разведывательные группы 73-го морского центра специального назначения вооруженных сил Украины. Что нужно знать об этом центре важного? Там специалистов готовили с самого начала британские и американские инструкторы, профессионалы из НАТО. И вся тактика, которая была разработана, придумывалась отнюдь не в Киеве, отнюдь не в штабах ВСУ, а именно НАТОвскими специалистами. Тактика применения мирных жителей как живого щита. Вот кто несет на самом деле за это ответственность. Что касается изменений по линии фронта, сейчас тоже собираем актуальную информацию, будет много новых и любопытных данных. Сейчас систематизируем и подготовим в ближайшее время. Думаю, к завтрашнему дню это уже будет точно готово. Может быть уже свежая карта даже получится. Ну а сегодня вас тоже ждет довольно интересная история. Ближе к вечеру я сейчас точно прононсирую время. Но ориентировочно в 21.00 с Александром Сладковым, нашим легендарным российским военкором, легендой действительно российской журналистики, мы выйдем в стрим и будем долго, нудно, а может быть и задорно, а может быть где-то даже с грустью рассуждать о том, как прошел месяц этой нашей военной операции. Здесь непосредственно на Донбассе подведем вот наши военкоровские итоги, поделимся тем, что видели на фронте, услышали, узнали, чему стали свидетелями. Продолжение следует...